всем привет друзья давно не было роликов не было потому что потому что потому что случилась такая вот беда видите нагрел мотор пробила прокладку думал восстановить шлифануть ну я так думаю смысла нет потому что мне семь лет назад шесть лет назад уже шлифовали и голову вот видите что-то попало еще сюда но я сильно очень сильно нагрел и шлюф шлифовали уже видите уже пошло вот я думаю дальше смысла нет шлифовать поэтому я приобрел другой мотор в очень хорошем состоянии уже готовый вот запакован у меня но прежде чем его менять здесь еще есть такая беда я же эту машину забрал через пять лет покатался на ней год вот в пятнадцатом году шестнадцатом продал покатался но не заметил когда забирал машину у товарища которому я продавал он попал в дтп вот здесь был удар вот мы видим вот вмятина как бы телевизор немного помятый вот здесь куда становится радиатор он не становится крепление обношено погнуто так мерил рулеткой от стакана до этого здесь где-то у нас сантиметр вроде бы немного можно отрех отрихтовать это все дело но я решил немножко заморочиться и приобрел морду лично и отфиливал еще цвет такая же ровненько все желаем поэтому прежде чем прежде чем что-то делать нам сначала надо снять коробку снять мотор и более тут есть во втором цилиндре ну тут небольшие там чуть-чуть задир его тоже поршень в таких этих коцках подушки хана у нас будет помимо этого замена подушки замены рулевой рейки она болтается пыльник порванный лыжа лыжа вот я взял тоже лыжу то лыжа криво стоит это я позже покажу вот карбюратор поменяем много много тут всяких замен вот тут уже подушка лежит поэтому приступать будем с коробки передач так так как у меня домкрата нет собой сейчас начнем и наверное с разборки морды решетка фары и бампер так фары наши держится на четырех гаечках вытащили выбираем пока в сторону как четыре гаечки так вот раз гаечка два вот так где-то три и четыре ну так же на той фаре снимаем берем головку на 10 посмотрим пойдет нормально прошел фишку поворотник а теперь откручиваем решетку решетка крепится у нас на двух болтах тоже подголовку на 10 так сейчас я вам покажу вот и даже вот здесь видно вот место удара я так понял было вот это все все кривое тут бампер на месте не стоит видите да как он здесь здесь это он еще тут более менее и все и тут он уходит салон просто просто его туда же заживала так ну что снимаем бампер так ну здесь на 10 а теперь я вам сейчас для сравнения покажу вот две мордашки так ну здесь вмятина вот ушло все вот вмятина вот новая как новая миду которую буду ставить вот видим все что ровненько здесь все ровненько а здесь вот все равно вот здесь какая-то вмятина есть вот со стороны здесь она как-то ровно все идет так что вот даже спереди вот на ее возьмем вот она а здесь он удар вот 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 это все это уже но тоже нет рихтовать не как бы я это не смогу сделать мне проще это переварить так ну я смотрю вот наш телевизор как бы идет вот здесь вот есть здесь вот сварные точки не знаю попробовать по высверливать аккуратненько вот здесь тоже есть так же вот и здесь как-то конечно заварено не очень я попробую что-то сделать придумать так срезали мы тут телевизор вот здесь вот вот видим тут точки где была сварка за шкурим так осталось вот эту часть снять и вот этот угол помимо этого я отсоединил проводку вот сложил сюда сейчас открутим стартер вот он у нас здесь идет на 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 двух болтах вот один две гайки вот раз гайка и его два гайка его снимем потом снимем генератор потихоньку будем освобождать место теперь снимаем генератор чтобы снять коробку в первую очередь сливаем масло так вот наша здесь пробочка находится сливная вот она вот там заливная масло я уже слил вот таким квадратом выкручивается так ну а теперь пробочку закрутим обратно и нам надо снять привода чтобы снять привода надо снять колеса и открутить ступичные гайки сейчас покажу головкой на 17 откручиваем гайки колесные скидываем колесо так чтобы снять привод откручиваем ступичную гайку здесь она у нас под головку я скажу под головку на 27 и откручиваем шаровую вот этот болт вот этот с другой стороны гайка он на 12 откручиваем так откручиваем краб здесь у нас два болта я так понял 1 на 17 1 на 14 так и с этой стороны третий болт тоже на 14 чтобы освободить вот этот вот рычаг откручиваем трос сцепления вот он идет вот трос наш он нам все равно уже не понадобится откручиваем кулису вот 13 12 и 17 14 походу сняли кулису или откручиваем коробку так вот 1 болт 2 болт 3 болт так 4 шпилька гайка и вот там так 5 это у нас на лыжах так 6 да а где там 7 и еще под лужей 8 так нижние гайки у нас там которые находятся на вот это лыжа вот мы не откручиваем а просто откручиваем от подушки здесь лыжу и вот здесь тут я уже открутил и будем приподнимать чтобы вытащить от этого края кронштейн слышу вытащить вместе с коробкой главное открутить болты которые идут к мотору так откручиваем вот эту защиту которая под коробкой здесь возле коробки чтобы она нам не мешала так все скинули мы коробку с мотором вот наш мотор робко он лежит так ну и следующая задача наша будет так как был удар вот сюда лонжерон видно не видно ушел лонжерон плюс лыжа неровная немного замена лыжи замена лонжерона вот с телевизором это будет уже в другой серии так вот третий котел вот тут как бы прям таких задиров нет вот он прям даже пальцем не чувствуется ну видно чуть-чуть она вот здесь чуть 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 ну вообще прям еле-еле чувствуется и сейчас покажу так минут эти целые все вот 1 2 и 4 они все целые поршня у здесь еще поршень он чуть-чуть такой сверху он чуть по косы на как будто что-то попало туда сейчас его проверну повыше покажу так вот сейчас фокусирует вот чуть-чуть вот здесь вот такие вот и вот здесь вот капелька на поршнях но так он как бы целый полностью и остальные все целые здесь у нас тоже ничего но он просто стоял запылился здесь все гладенько и здесь все гладенько сама голова так ну вот ну как бы все нормально и вот вот этот где был третий третий цилиндр вот здесь вот как на поршни вот такие вот следы как будто что-то попало как я уже сказал ну а так все как бы целенький